О, трюфелька! Риц! Поклади конфетку в ручку! Антистресс! Ага! Всем привет, ребята! Вы написали, что эту ручку нужно было хорошенечко потрусить, чтобы она начала писать. Хорошо? Сейчас попробуем. Паша! Что? А давай я помогу тебе трусить. На! Ой, ой, она улетела куда-то. Валера! Мне пора. Текст проверим, пишет она или нет. О, ребята! Это самый обалденный способ! Она действительно начала писать. Всем, кто откликнулся и написал мне в комментариях способ, вам огромное спасибо. Вот теперь я подтяну свой каллиграфический почерк. Паша, а давай мне праздничную конфету? Вот так вот. Валера, у меня уже от тебя стресс. Сегодня единственный день в году, когда я могу законно выпрашивать у тебя конфеты. Да, ладно. Давай я сделаю тебе кое-что крутое. Хорошо, я согласен. Так, это в сторонку. Ребята, у меня есть вот такие вот классные формы для шоколада. И в них я сделаю сейчас конфеты. Паша, давай меняться. Я тебе антистресс, а ты мне конфетку. Вот, паук на палке. Так, на, только отстань. Шоколадку нужно хорошенечко поломать. И белую тоже. Теперь две тарелки. Черный и молочный. Паша, давай меняться. Я тебе дядьку с косой, а ты мне конфету. Угу. Это что, ручка? Ладно, дам тебе конфету. На. О, трюфелька. Теперь их нужно расплавить на паровой бане. Включаем тарелочку сверху и будем ждать. Паша, смотри, какая у меня есть ручка. Дай глянуть. Меняю на конфетку. На. Шоколад уже расплавился. Так, тут кое-что нужно нарисовать сначала черным шоколадом. Мгм, шприц. И, как в старые добрые времена, наполню его нашим шоколадом. Выгоню лишний воздух. О, это мое. Ага, меняю на антистресс. О, я сейчас. Ладно, вытру пока пальцем. Паша, вот, светящийся дядька с баскетбольным мячиком. Э, а че так темно? Смотри. Ну, и где? Ой, он должен был светиться. Да. Он устал. А где я могу слизывать шоколад? Ну, заполоманного дядьку только на моем пальце. И ты думаешь, что я буду слизывать шоколад с твоих пальцев? Ха, конечно же буду. Ну, вот, сейчас сделаю улыбку. И аккуратненько подправлю зубочисткой. Хм, ну, как-то так. Теперь подкрашу шляпу тыкве. Шоколадом красить тыквы. Не работа, а мечта. Кто тоже хотел бы работать на такой работе, жмите лайк. Ребята, помогите, пожалуйста, Петьке. Он очень хочет, чтобы в его праздник вы подписались на канал. И тогда у нас будет целых 14 миллионов. Спасибо. Теперь залью мышь. Нужно равномерно распределить шоколад. Вот так, думаю, будет достаточно. Сейчас утрамбуем, чтобы весь лишний воздух из шоколада вышел. Тебе помочь? Нет. Точно? Да, точно. Теперь время плавить белый шоколад. Вот. Меняю чудо-антистресс на чудо-конфетку. А ну-ка. И в чем, собственно, чудо? А ты крутами его. О, прикольно. Класс. Да, но конфет нету. Ладно, я потом возьму. С процентами. Вот это я понимаю антистресс. А как он устроен? Ммм, тут обычный подшипник. Паша, настало время платить по кредиту. С процентами. Ты обалдел, коллектор-самоучка. Требовать от меня конфеты? Это я что-то, это, адресом ошибся. Вот это вещь. Класс. Итак, шоколад уже растаял. Пока я тут занимался ерундой. Сейчас белым шоколадом я залью привидение и череп. Начну с привидения. Ну, как-то многовато. Ладно. Переложим его в другую форму. И утрамбуем. Теперь покрасим шоколад в оранжевый. Вот. Помешаем. Еще немного. И сейчас залью тыквы. Да, маловато осталось оранжевого шоколада. На остальные конфеты может не хватить. Ну и ладно. Сделаю как получится. Вот. И в хвостик нужно, чтобы шоколад тоже попал. Это сюда. И пару раз утрамбую. Хм. Не совсем, конечно, аккуратно. Но на вкус это не повлияет. Теперь все это хозяйство отправлю в холодильник на пару часиков. А шоколада еще у меня осталось очень много. Хоть картину пиши. Паша, я готов тебе помочь. Мне помощь не требуется. Зря. Ну тогда готовься расставаться со своими конфетами. Во. Это набор властелина колец. Хм. Прикольно. Посмотрим. А что это у нас тут? Кнопочка. Угу. И тут такая же. О. А здесь что-то поинтереснее. Поглядим. Опа. Она уже развалилась еще до того, как я ее включил. Ха. Посмотрим, как это все будет смотреться на моих пальцах. Эти кольца маловаты. Ладно. Валера, я меняю их на четыре конфетно-желейных кольца. Они очень классные. Их можно сразу съесть, а можно носить как кольца и потом съесть. Согласен. Возьму четыре. Ребята, а вам какие больше нравятся кольца из этих? Вот эти зомби-вампир и шут или тыква с черепом? М? Паша, Петька тоже хочет конфеточку в свой праздник. Это в какой? День Петьки сегодня. Ладно. На. Маловато. Ох ты, жулик. Че это? Это не я. Это все Петька. Ладно. Держи. Спасибо. Наши конфеты застыли. Посмотрим, что у нас вышло. О, вот это да. Хе-хе, класс. Что тут с черепом? О, а череп тоже получился очень круто. Летучая мышь. Это все лишнее. Теперь тыква в шляпе. Блин, она просто замечательная. Но чего-то у них не хватает. Я думаю, что им нужно сделать глаза. Как считаете? Хорошо. Сейчас по-быстрому сделаем. Заполню шприц и лишнюю выдавлю. Дави сильнее. Еще дави. Валера. А что? Я помогаю. Рысь. Сделаю рот привидению. И глаза. Время тыквы. Теперь череп. И еще одна тыква в шляпе. По-моему, получилось здорово. Да. Правда, на мышку белого шоколада совсем не осталось. Ну и ладно. Ну что, ребята, на этом сегодня все. Кому понравилось видео, жмите лайк. Так, я не понял. Поклади конфетку в ручку. Ого. Ничего себе. Ты, Валера, мешочек не перепутал, а? Маленький такой. Ты б еще от картошки килограмм на 50 бы сюда прилепил бы его. Ну дай медведику конфеток. Ну хотя бы один раз в году. Не будешь мотом. Ладно. На. Класс. Все. Это тебе запас на целый год. Один раз, надеюсь, наешься и все. Приходи в следующем году. Ага. Там, правда, скоро конфетябрь на носу будет. Ну, как тут мое богатство. Ага. Попался? Ага. Да тут у нас несметные конфетные богатства. Точнее, несъеденные. Паша, я 7 лет собирал на сладкий день. Да. Вот это я понимаю сокровища Валеры. Тут их на всех хватит. И даже на желтобрюха. Ты что? Не говори его имя. А то вдруг он услышит и прибежит. Да? А что в этом плохого? Очень многие хотят, чтобы он вернулся. Не многие. Ребята, кто тоже не хочет, жмите лайк. Сейчас будем вызывать духов. Конфетная душа, беги ко мне не спеша. У меня есть кукуруза для твоего желтого пуза. У меня есть сундук конфет, чтоб не знал ты ни скук, ни бед. Ты по лесу не броди. Желтобрюх, ко мне приходи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok